Итак, дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро. Опять не успел я доехать до дома. И сегодня у нас опять урок из машины, но тема одна и та же. Мишли, Мишли, притча царя Сарамона. И мы изучаем Тору. Уже у нас несколько лет мы изучаем. Постоянно у нас есть участники урока, Максим Беренчук, например. Всем доброе утро, шалом. И я сразу начинаю, потому что нас еще раз слушают люди в записи. И я поэтому долго не буду сейчас со всеми здороваться. Но всем говорю шалом, прекрасного дня. И у нас сегодня 22 глава начинается. Очень важные два отрывка. Очень важные два отрывка. Первый и второй. Прям тоже одни из моих любимых Мишлей. Я уже не первый год изучаю Мишли. И шалом, шалом всем. И вот этот вот первый отрывок, он мне когда-то дал очень такое глубокое понимание, вот как выстроить свою жизнь и бизнес. Больше к бизнесу это относится. И жизнь, и бизнес. В принципе, с точки зрения Торы, бизнес и жизнь это практически одно и то же. Потому что есть, когда человек умирает, в Талмуде написано, ему задают первый вопрос. Задают, установил ли ты время для изучения Торы? То есть, сколько времени... Было ли для тебя важно понять, что Бог от тебя хочет? Другими словами, да? Было ли для тебя важно изучить, изучить, именно найти и понять путь к Богу? Это первый, самый важный вопрос. И второй вопрос задают. Значит, вел ли ты свои дела честно? Вот тут очень важный вопрос, потому что человек в бизнесе, он выражает себя, он проявляет себя, он проявляет свой талант. И в бизнесе он постоянно взаимодействует с другими людьми. И каждое взаимодействие... Вот в Талмуде приводятся истории про таких великих мудрецов. Например, был Ханок. Ханок. Это было еще до потопа. И Ханок, он был сапожник, насколько я помню. И были другие мудрецы, сапожники, которые вот они настолько делали качественно и красиво свою работу, что они каждым своим стишком, они прославляли имя Всевышнего. Поэтому работа тоже может быть прославлением имени Всевышнего, а может быть обманом. Хорошо. Теперь, значит, первый отрывок 22 главы звучит так. Нифхар шем миошер раф. Ми кесеф у мизааф хэн тоф. Значит, говорит нам царь Соломон следующая вещь, что лучшее имя, имя, доброе имя, сегодняшним языком, это доброе имя называется бренд. Бренд. Лучший бренд, будь брендом, есть в книге целой, да. Доброе имя лучше, лучше, чем богатство большое. И лучше, чем серебро, хэн тоф, это хорошее отношение. Что это значит? Вот человек работает, работает и старается заработать деньги. Вначале он старается заработать себе на жизнь. На то, чтобы было ему что кушать, где жить, где спать. Одежда. Потом у него появляется больше денег, и он думает, куда же эти деньги инвестировать, вложить, чтобы был пассивный доход, активный доход. Риск, какие-то инвестиции там рискованные, менее рискованные. Он копит. Это на черный день, это на белый день, это на красный день. Там три корзины. То есть он копит все деньги, и это как бы прошивка такая, прошивка. То есть у людей есть это с древних времен. Даже бандиты, да, преступники, которые были вот эти вот пираты, да, пираты, они свои сокровища прятали на острове сокровищ на черный день. А мало ли что, надо же где-то это прятать. То есть казалось бы, ты пират, тебя могут в любой момент убить. Куда ты все это копишь? Так они мало того, что копили пираты, они же злодеи. Мы в первых главах учили, как думают злодеи. Они когда вместе даже грабили, потом они приезжали на этот остров сокровищ, и там же они друг друга убивали, чтобы никто не раскрыл, где сокровища. Теперь, значит, но дальше, когда человек решил свои финансовые вопросы, у него есть уже на черный день, у него есть пассивный доход, его начинает волновать, начинает волновать его, значит, имя. А знают ли меня престиж? Насколько меня знают, почет, уважение, это выше по иерархии потребностей человека, это находится выше, чем деньги. Теперь царь Соломон нам еще давным-давно, он нам сказал, лучше вот этот бренд, то есть деньги нужны человеку для того, чтобы его уважали. И получается, царь Соломон говорит, так зачем идти вот таким вот путем? Вначале деньги, а потом, чтобы тебя уважали. Вот смотрите, сейчас, например, многие бизнесмены, Евгений Черняк, Оскар Хартман, Игорь Рыбаков, Дональд Трамп в свое время, да, они стали публичными личностями, то есть они хотят, чтобы их уважали, они хотят, чтобы их знали, они начинают обучать, они начинают делать, вкладывать огромные деньги в свои YouTube-каналы и так далее. Зачем они это делают? Потому что в 22 главе сказал царь Соломон, что лучшее имя, лучший бренд Мешер Араф, чем деньги большие. Я объяснил нам, Малбим, что действительно, если у тебя есть имущество, ты должен его охранять, и когда у тебя есть много денег, то за ним начинают охотиться также и люди-бандиты, то есть мир, преступный мир. А если у тебя есть имя, так доброе, хорошее имя, слава, признание, они, они где они? Это не материальный актив, его нельзя у тебя забрать, его нельзя у тебя отнять. У тебя невозможно отнять то, что все знают, что вот этот человек, о, смотри, это пошел, например, там, Надя Анна Рыбачок пошла. Вау, Анна Рыбачок, такая девушка, женщина хорошая, да? То есть от Анны Рыбачок, ее бренд Анна Рыбачок нельзя забрать, он, куда бы Анна Рыбачок ни шла, люди знают, кто это. Понятно, да, идея? Лучшее имя, то есть лучшее имя, лучший бренд, чем Ошер Раф, чем большое богатство, если взять по, по удельному весу. и, значит, Микэсов у Мизаав Хэнтов. Лучше, чем серебро. Серебро и золото, доброе, хорошее имя. Вот смотрите, я помню, значит, недавно было, я вылетаю, например, там, вылетаю из Киева. У меня вес, вес чемодани несколько килограммов лишних. Значит, я говорю, девушка, там, давайте как-то это самое. Нет, вообще нет, лишний вес нельзя. Я снимаю маску, говорю, девушка, ну, я же, это как, Пин Дусеевич, может, вы меня знаете, там, все. Да, я вас видела в рекламе, все, все, проезжайте. То есть, доброе имя, когда человеку хорошо относятся, то оно ему решает вопросов больше, чем деньги. То есть, есть такие вопросы, которые за деньги ты решить не можешь, но за хорошее отношение, если к тебе люди хорошо относятся, ты можешь решить. И это то, о чем надо думать, и о чем надо заботиться, что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Народная мудрость, мы видим, что она совпадает с божественной мудростью в этом случае. То есть, хорошее отношение лучше, чем серебро и золото. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это иллюстрация первого отрывка в Мишли. И лучше хорошее имя, значит, это мы учили в Пертьявод, что Канаш МТО в канале Ацмо приобрел доброе имя, приобрел для себя. Оно неотделимо от владельца. Доброе имя. Все. А каналу Диврейтура приобрел, приобрел он Диврейтура слова Торы, каналу Хае Оламаба. Тот, кто приобрел слова Торы, тот приобрел жизнь в грядущем мире. Отлично. Все. Теперь второй отрывок. Второй отрывок говорит нам царь Соломон опять на эту же тему. Тема очень важная и актуальная. Говорит он нам во втором отрывке так. Ашир вараш не вгашу, асе кулям ашем. Богатый и бедный встретились, делает всех Бог. Значит, человек иногда попадает в колесо удачи. Мир идет как колесо. Иногда он попадает в колесо удачи. Он родился в хорошей стране. Например, он родился в Швейцарии. Где-нибудь. В какой-то он родился стране в богатой. О нем заботится государство. О нем заботится... О нем заботится... Значит, кто еще о нем заботится? Секундочку. Что это пищит? Секундочку. О! Ладно. Выключилось. Еще раз. Значит, Ашир вараш не вгашу, а сэ кулям ашем. Значит, встретились богатый и бедный. Всех делает Бог. Человек иногда думает, что удача, богатство, это его заслуга, это то, что он сделал себе. Но царь Соломонов говорит, нет, это не так. Всех делает Бог. То есть, есть у человека или у страны период, когда прет. Есть период, когда не прет. И эти периоды, они меняются иногда очень часто, меняются иногда в один момент. Рассказывают, например, я слышал историю, это от одного раввина, что встретились, сидел богатый человек, к нему пришел бедный. И бедный, бедный, значит, попросил у него деньги, богатый ему что-то не так сказал, не так ответил, там все. И они поменялись в этот момент мозалями. Мозали это как судьба. И то колесо, которое поднимало, богатого, оно начало его опускать. А то колесо, которое опускало бедного, оно начало его поднимать. И они поменялись буквально за короткое время, поменялись своим финансовым положением, которое перешло, вот в момент они встретились, и все поменялось. У меня есть несколько знакомых, например, один из знакомых, я очень, его история такая интересная. Он был бедный, то есть, у него не было денег. Не, вначале он был богатый, я его знаю много лет. Вначале он был богатый. Был он богатый, потом он потерял все деньги, но нашел что-то более ценное. Очень интересно, что часто для того, чтобы человек пробудился, и чтобы у него проснулась духовная его сила, ему нужно попасть в какую-то очень плохую ситуацию. И когда этот парень, он потерял деньги, он стал религиозным. Стал он религиозным, и у него не было денег. Не было денег, не было денег, не было денег, не было денег. Очень, ну прям реально, бедность такая была. Потом, в один момент, его просто поднимает удача, он зарабатывает, в один момент, огромную сумму денег. То есть, не просто, а он стал очень богатым. Проходит время, проходит время, и у него колесо опять начинает поворачиваться, и он теряет деньги. Там банк рухнул, там банк кто, там, ну то есть, какими-то совершенно вот необъяснимыми от него независящими обстоятельствами, он опять теряет все деньги. И сейчас у него опять колесо начинает подниматься вверх, слава богу, то есть, у него, но он уже выстоял. То есть, тут интересно, что он, когда начал терять деньги, он продолжал все еще больше и больше в Торе, как бы усиливаться, 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 и сейчас у него все поднимается наверх, слава богу, слава богу. Но если мы посмотрим на жизнь, то вся жизнь, в принципе, у человека, да, вся его жизнь, она подчинена, насколько ты, и она для чего, для какой цели? Насколько ты сумел, сумел в меняющихся обстоятельствах внешнего мира установить личную, прямую связь со Всевышним, и насколько ты к этой связи своей, да, вот, которая у тебя есть со Всевышним, насколько ты с ней, действительно соединился по-настоящему, и тогда, тогда получается, бедность, богатство, это как тренажеры, как испытания. Я слышал такое...